Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Марка, и сегодня мы с вами читаем вторую главу. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному, прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми постель свою и ходи?» Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, «Тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видали. Мы видим здесь исцеление расслабленного, то есть паралитика, и речь может идти о разных диагнозах. Мы точно, конечно, этого не знаем. Бывает, что человек в силу какой-то травмы теряет способность двигаться, а бывает в силу болезни, а бывает в силу такой душевной расслабленности, когда человек лежит и не может пошевелиться, потому что он пришел в настолько глубокое уныние и растерянность. И это тоже болезнь, нельзя сказать, что это вот что-то такое смешное. Это действительно болезнь, действительно человек страдает, и такая расслабленность — это беда достаточно многих людей. Конечно, люди, бывает так, что не лежат неподвижно, но им очень трудно двигаться по этой жизни. И вот друзья этого человека, четверо, это, возможно, его друзья или родные, и они приносят его к Иисусу, и у них препятствия, там многолюдство, они не могут к нему подойти. И они могут сказать, ну, очень жаль, ну что, ничего не поделаешь, выше головы не прыгнешь, мы не можем пробиться к Иисусу. Но они решают сделать нечто другое, они проявляют настойчивость. Они залезают на крышу, разбирают эту крышу и спускают постель с крыши. Иисус, видя веру их, даже не веру этого расслабленного, никак себя не проявляет, а веру его друзей, говорит, чадо, прощаются тебе грехи твои. Это очень сильное заявление, которое вызывает возмущение книжников, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. И в самом деле, единственное, кто имеет право прощать грехи, это Бог. Потому что грехи совершены против Бога. Представьте себе, что я прихожу в тюрьму и говорю, вам провозглашается амнистия, вы свободны. И мне, естественно, спрашивают, да ты кто такой? Ты имеешь власть тут провозглашать амнистию? Нет, конечно. У меня нет таких законных полномочий, я не монарх, даже не президент. Если я заявляю о полномочиях провозглашать амнистию, заявляю о полномочиях миловать, я тем самым претендую на соответствующий статус. И когда Иисус заявляет о своем праве прощать грехи, то есть прощает грехи этому человеку, он претендует на власть, которая принадлежит только Богу. И книжники возмущаются, кто может прощать грехи, кроме Бога. И мы видим реакцию Иисуса. И эта реакция поразительна. Он не говорит, вы меня неправильно поняли, я не претендую ни на что подобное. Нет. Он говорит другое. И Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют себе, сказал, для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному, прощаются тебе грехи, или сказать, встань, возьми постель и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твой и иди в дом твой. И Иисус настаивает на том, что Он имеет власть прощать грехи. Он настаивает на том, что Он обладает полномочиями самого Бога. И вот что Он здесь говорит. Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Вот этот оборот Сын Человеческий для людей, знакомых с Ветхим Заветом, а слушатели Иисуса, очевидно, знакомы, Он вызывает воспоминания о седьмой главе пророка Даниила, где речь идет о некой таинственной царской фигуре, которая называется Сын Человеческий. Там упоминается Сын Человеческий, который был подведен к Ветхому днями, то есть Богу, и получил царство и власть, которая будет вечным, которая не разрушится над всеми народами. Он тотчас встал, взял постель и вышел перед всеми. Так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видали. И, конечно, это заявление о прощении грехов может оказаться, могло бы оказаться пустым, но мало ли кто что заявит. А чтобы вы знали, чтобы вы видели, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, Он дает еще и исцеление. Этот расслабленный человек встает, он исцеляется, он берет постель свою и ходит, потому что ему со властью повелел это Бог. И для многих людей, пребывающих в расслаблении, вот это Слово Божие, вот это повеление Господа, встань, возьми постель свою и ходи, это Слово, которое исцеляет, это Слово, которое восстанавливает. И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Леви Алфеева, сидящего у сбора пошлин, наговорит ему, следуй за мною. И, встав, он последовал за ним. Вот что интересно. Леви Алфеев, это он же Матфей, человек, который сидит у сбора пошлин. И, с одной стороны, это доходное хлебное место. У него есть деньги. Он не испытывает материальные нужды. С другой стороны, это очень презренная, грязная работа. На сборщиков податей в Древнем мире смотрели с отвращением. Это были вымогатели, это были абсолютно бессовестные люди. Потому что в Древнем мире и долгое время спустя сбор податей был устроен через так называемый откуп. Сборщики налогов не получали зарплаты. Им просто говорили, вот тебе полномочия, вот тебе регион, с которого ты должен представить в казну такое-то количество налогов. Иди и собирай. И то, что ты соберешь сверх того, что ты должен представить в казну, твое. И, конечно, люди использовали эту возможность для того, чтобы выколотить из населения как можно больше денег. Часть из которых они присваивали себе. А остатки отдавали государству. Но, поскольку они были известны как бессовестные вымогатели, все их ненавидели. И, более того, сборщиков податей в Иудее ненавидели особенно, потому что они собирали податей для ненавистных языческих захватчиков римлян. И Иисус призывает именно этого человека. Человека, которого ненавидели его сограждане, да и, в общем-то, заслуженно ненавидели. Репутация у людей этой профессии была совершенно определенная. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. Услышав сие, Иисус говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Мы видим, что Иисус общается с мытарями и грешниками. И для нас, ну, мытари, будницы, вот эти библейские слова, они звучат вот так, по-библейски, как что-то такое возвышенное. На самом деле мытари — это люди, очевидно, и грубо безнравственные. Это нарушители закона, и это люди, которые заслуживают осуждения за свое бессовестное поведение. И Иисус возлежал в доме этого мытаря Леви Алфеева, ну, возлежал. Дело в том, что в Древнем мире люди во время застолья не сидели за столом, как мы сидим, а так лежали на скамьях, опершись на локоть, и они так медленно беседовали, там, вкушали какие-нибудь салаты, там, пили немного вина, и так они между собой общались, то есть возлежать, иначе было присутствовать вот на таком застолье. И там же были мытари и грешники. И для богочестивых людей того времени это было что-то непонятное. Как богочестивый человек мог общаться с таким отребием, с такими отвратительными, аморальными людьми? От них надо держаться подальше. Это плохая компания. Это не те люди, с которыми вы захотите ассоциироваться. Это не те люди, в компании которых вы захотите появиться. Но Иисус на их упреки отвечает, что нездоровые нуждаются во враче, но больные. Я пришел призвать неправедников, но грешников к покаянию. Иисус приходит для спасения плохих, грешных людей. Все Евангелие, оно о спасении грешников. И беда книжников и фарисеев в том, что они могут оказаться дальше от этого спасения, потому что они не чувствуют своей острой нужды. Мытарь понимает, что он негодяй. Мытарь понимает, что он грешник, что его жизнь неправа, нечиста, отвратительна перед Богом. И он кается, потому что ему протянули руку, потому что к нему отнеслись состраданием. Книжник, который уверен в себе, что он-то человекопорядочный, религиозный, но если делает как надо, он может оказаться недосягаем для Божьей благодати, именно потому что он считает, что в ней не особенно и нуждается. Он хороший человек. Вот Иисус пришел спасти именно грешников, и христианство, христианская вера предполагает осознание того, что я грешник. Я грешный человек, я нуждаюсь в спасении, и Христос пришел меня спасти. Невозможно считать себя хорошим, праведным человеком и быть при этом христианином, потому что, ну, если я праведный человек, значит, Иисус не ко мне вообще пришел. Невозможно превозноситься высокомерно над другими грешниками и быть христианином, потому что я не праведник, отделенный от грешников, я нахожусь во кругу тех самых грешников, которых пришел спасти Христос. Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Да коли с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Богочестивые иудеи постились, и этот богочестивый обычай поста, он существовал в Ветхом Завете, он существует, конечно же, у нас, в Новом, и ученики Иисуса не постились, их в этом упрекают. И Иисус говорит, могут ли поститься сыны чертога брачного. Кто такие сыны чертога брачного? Это люди, приглашенные на свадьбу, когда с ними жених. Свадьба в библейские времена – это самое радостное событие, которое вообще бывает у человека в жизни. Даже бедные люди в это время, они на неделю оставляли работу, они ели и пили досыта, они веселились, они пели песни, они радовались, они торжествовали. И в жизни жениха и невесты – это было вообще величайшее событие, величайшая радость. И в Библии наступление мессианской эпохи, наступление Царства Божия, оно сравнивается с таким свадебным пиром. Это постоянно возникающее сравнение. Свадебный пир, когда воссоединяются молодые, когда все наполнено радостью, когда люди забыли о своих горестях, и они пируют и веселятся, и ликуют о том, что вот создается эта новая семья. И, конечно же, это несовместимо с постом, с печалью, нечто прямо противоположное. И Христос говорит, ну кто же будет поститься на свадьбе? Это абсурдно. Но о какой свадьбе идет речь? О каком женихе? Жених – это Иисус Христос. С кем он вступает в брак? С церковью. Это образ, известный еще у пророков Ветхого Завета, когда отношения Бога и народа Израилева сравниваются с браком. Бог заботится о народе, как муж заботится о жене. А она должна хранить ему верность, как жена хранит верность мужу. И вот жених Иисус указывает на себя, как именно на жениха, он сравнивает себя с Богом Ветхого Завета, который назван женихом избранного народа. И он говорит о том, что вот он в его лице здесь присутствует Бог. Придут дни, когда отнимется у них жених, тогда будут поститься в те дни. То есть он уже начинает указывать на свое грядущее страдание и искупительную смерть. Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришит и отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новые. Речь идет о том, что одежда садится, когда ее стирают, и если вы пришьете не севшую еще, не стираную ткань к постиранной какой-то одежде, а потом вы ее постираете, она сядет, и там будет дыра еще хуже. Этого не стоит делать. Если вы вольете молодое вино в новые мехи, то мехи растянутся, потому что вино бродит, вырабатывается газ, и мехи растягиваются. Когда они новые, они нормально растягиваются. Но если вы в уже растянутые мехи нальете молодое вино, то они могут дальше растягиваться, и они просто лопнут, и вино пропадет. И нужно вливать молодое вино в новые мехи. Это значит, что книжники, люди, которые глубоко привержены своим обычаям, своим установлением, своей накопившейся традицией, они не могут принять Иисуса Христа, но могут принять те, чьи сердца открыты, те, кто, возможно, не имеет такого большого багажа. Случилось ему в субботу проходить за сеянными полями, ученики его дорогу и стали срывать колосси. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им, неужели вы не считали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним. Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре, ел хлебы-предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним, и сказал, суббота для человека, а не человек для субботы. Посему сын человеческий есть господин и субботы. Для Израиля суббота имела огромное значение. Нам кажется иногда, что они пустые формалисты, цепляются к пустякам. Нет, для них-то не было пустяком. Суббота была знаком завета. Человек, который соблюдал в субботу и воздерживался от всякой работы в субботу, тем показывал, что он принадлежит к Божьему народу. Разрушение отступничества начиналось с того, что люди переставали соблюдать субботу. Возрождение духовной жизни в Израиле, как мы видим, это у ветхозаветных пророков, оно начиналось с того, что люди возвращались к соблюдению субботы. И соблюдать субботу было важно, конечно, до Божьего становления. И люди старались соблюсти ее как можно более тщательно. Они, например, спорили о том, надо ли собирать яйца, которые снесла курица, в субботу. Или можно ли переносить какую-нибудь вещь из дома в дом в субботу. Допустим, я отнесу своему соседу корзину яиц, это будет работа. И люди придумывали разные хитрости, например, протягивали проволоку между двумя домами, и теперь уже считалось, что это один дом, и поэтому можно переносить из дома в дом. И нам это может показаться смешным, но это не казалось людям в той эпохе смешным. Они старались соблюсти субботу как можно лучше. И когда ученики срывали колосья, это, в принципе, было допустимо. Закон дозволял, что если человек голоден, он может пойти и там срывать колосья, и там растирать их руками, и там зерна пшеницы поесть. Это допускал закон. Но вот в субботу фарисеи сочли, что это работа. Ну, ты же вроде собираешь в каком-то смысле урожай, и этим нарушается запрет о работе в субботу. И Господь говорит следующее. Он обращает внимание на ветхозаветный пример, когда царь Давид имел нужду и был голоден. Самый бывший с ним. Царь Давид — это чрезвычайно важная авторитетная фигура ветхозаветной истории. И он вошел в Дом Божий и ел хлебопредложения, то есть священные хлебы, которые полагались в предложении Господу, и дал бывшим с ним. Что Давид, которого никто не станет упрекать в нечестии, он счел это возможным. И сказал, суббота для человека, а не человек для субботы. О чем здесь идет речь? Бог дает повеление о субботе, потому что он любит людей. Бог не дает повеление о субботе, как какое-то бремя, не для того, чтобы людей мучить, не для того, чтобы людей связать какими-то такими запретами, чтобы люди мучились и страдали. Нет. Бог дает субботу как богословение, чтобы люди радовались и веселились, чтобы все отдохнули, чтобы рабы отдохнули, чтобы скотина даже отдохнула. Бог дает субботу из любви к людям. Фарисеи извратили субботу, превратив ее в набор каких-то тягостных и неприятных правил. «Посему сын человеческий есть господин из субботы». Мы видим опять это царственное притязание. Сын человеческий, напомним, это царственная фигура из книги пророка Даниила, где говорится о том, что сын человеческий подведен к ветхому днями, то есть к Богу, и получил власть над всеми народами. Иисус говорит о себе, что он сын человеческий и что он господин субботы. Он тот, кто ставит себя над Божьей заповедью. Это возможно только в одном случае, если он тот, кто эту заповедь дал, если он Бог. Мы с вами прочитали вторую главу Евангелия от Марка, и мы читаем священное писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру».